Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Слава по ПСС! Шестой выпуск четвертого сезона по Константиновским ароматизаторам. Свежая поставка. Всем привет! Всем здрасте! Большое спасибо! И перекрестившись, погнали! Давай, жги. Пряник шоколадный. Пахнет очень много. Я полагаю, что он должен пахнуть пряником и шоколадом. Скажи мне, мои теоретические ожидания хоть как-то здесь оправдываются? Что, я теперь пробки не могу открывать, да? Пахнет очень много, обещаю еще. Ой-ой-ой! Ребята, это запах, когда ты проходишь мимо какой-нибудь пекарни. Когда вот ты заходишь в какой-нибудь торговый центр и проходишь мимо места, где выпечкой торгуют. Причем выпечкой не вот этой пошлой, типа циннабона, да, коммерчески раскрученного, а правильной вот этой вот нашей Россиюшкой, патриотической... Че-то тебе это? Слушайте, это... Это шикарный заварной пряник в глазури с шоколадом. И ноткой алкашки, между прочим. Это вот глазурь дает. Да, да. Потому что, чтобы глазурь была такая хрустящая, такая, знаете, у нее спирт добавляют совсем чуть-чуть и вот это вот прям оно. Прям прянчик-прянчик. И гвоздичка, и корички чуть-чуть. Вот прям класс. Слушай, бомба. С этим рецептом можно играть еще ко всему. Вокруг него можно мутить же всякие дополнительные топпинги, там, клубничные, бананы. Да, легко. Ну, любые фрукты, ягоды, которые можно придумать, ну, кроме там арбузов, ну, и вообще бахчевых, как таковых, да? Мятный пряник. Во, да. Это вообще же будет шиза полная. Шоколад убрать, поставить мяту, вот эту вот. Да просто нормальную арома мяты найти, да, у кости в ассортименте и вот сюда вот забахать сверху чуть-чуть совсем. Ну, тогда это будет мятный шоколад. Не, 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 не. Если вот именно чистой мятой сюда бабахнуть совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть, вот чтобы она просто вот иногда так тебя под конец, там, пыньк, вот это вот делала, да, то будет шоколадный пряник с мятой. Это офигенно. При этом нотка алкашки вот эта вот интересная, догоняющая такая, как будто, я не знаю, блин, всё это вымочили в каком-то ликёре или ещё что-то. Слушай, суперштука. Спирт кондитерской. А зря смеёшься, в конфеты именно такой добавляют. Я понимаю, я понимающе смеюсь. Чувствуешь разницу, да, между... Да, да. Ну, что? Чё, нет, да? Чё, да, да? Чё, вкусненько? Ну, правда, я бы не сказала, что это пряник. А что бы ты сказала? С первой пышки мне показалось, что это глазурь, которой зефир покрывают. Вот такой же шоколад. У тебя есть зефир в шоколаде. Ну я понимаю эту ассоциацию. Зефир, он какой-то не такой пиздец. Потому что туда тоже спирт добавили. Тебе лишь бы, блять, спирт, это понятно. Мы уже 150 выпусков назад поняли, что шило это твоя жизнь. Спирт, спирт, кто сказал спирт? Да, это мне жена человека, который так же, как я любит, шило. Мало того, я тебе его еще и поставляю. Вот, вот. Еще и тесть. Мы уже жены. Еще и твой папа мне спирт поставляет. И не только мне. Не, ну короче, пряник как такового я там, честно говоря, не почувствовала. Какой-то шоколадный десерт. Ну, при этом это не отменяет его хорошуюсть на самом деле. Он безумно вкусный. Он безумно вкусный. Да, но со сладостью там проблем нет. То есть, в том плане, что я вот не чувствую, что это оверсладко. То есть, я бы как бы, ну я не знаю, бака 2-3 бы, наверное, с радостью спирил такого подряд. Потом бы, наверное, отдохнул. Может быть, даже вернулся. Ладно. Кармель Chelsea Nut. Что это? Что это? Что это? Я понятия не имею. Я предполагаю, что это какая-то брендированная вещь. Ну, скорее всего, да. Давай загуглим. Загуглим. Вот чем сенат? Что это? Сейчас вылезет с жопы команды Chelsea. Хорошо. Это, да. Ну? Ламинат, например. Что ж. Напиши. Карамель Chelsea Nut. Карлоке. Там еще калорийность была. Интересно, какова калорийность ламината? Плитка. 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 Плитка напольная. Так. Что-то здесь не так. Я прямо чувствую вообще. Масляные духи. Так. Во. Гель скраб. Отлично. Об этом мы никогда не узнаем. Кирлук, что это такое-то вообще? Это ирисский меллер с ореховым, с крутым ореховым, просто невероятным ореховым вкусом. Орех какой? Фундук? Ну да. Хазл натуру. Ну да, действительно. Что я спрашиваю? Глупости, извините, пожалуйста. Да, сингл вушен. Я полностью поддерживаю предыдущего оратора. Причем фундук здесь такой же, как в Беллис Хазелнат, собственно. Ну да, но здесь он не такой яростный. И здесь он прям раскрывается. Это жареный фундук, такой жирный. Хороший. Слушай, вещь. Ага. Для любителей кармельных десертов это прямо... О-хо-хо-хо-хо-хо. Ах да, ты же моя маленькая-маленькая девочка. Маленький любитель орешек, я помню. Он прямо маслянистый. Вот эта вот масляность ореховая в полной мере, плюс сочная карамель. Кстати, карамель не сладкая. Вообще карамели не чувствую, только чувствую жирный-жирный орех, фундук. Не, карамель есть, но она не сладкая. Она как будто, я не знаю, подсоленая даже, что ли, чуть-чуть. Он на меня шикнул. Ну что ж. Мне не нравится, когда на меня шикают. Нет, это зачет. Это определенно зачет. Дивный десерт. Ты там пытаешься что-то найти, Кирилл, или что? Думаешь, твой гугл не такой, как мой гугл? Да. Ну что ж, это очень оптимистично, я хочу сказать. Я больше верю в жопки команды Челси. Учитывая, что мне он жареные орехи показывает, а не керамическую плитку, наверное, все-таки мой гугл чем-то отличается от твоего. Что ты ввел? Челси на рост. Нет, прямо очень хорошо. В отличие от большинства карамельных жидкостей, тут реально отсутствует карамельная сладость. Я не понимаю, как так. Но при этом на вкус я четко ощущаю карамельную подложку, и потом вот эта вот жирная, маслянистая, ореховая послевкусие остается. Супер. I like. А пока наш поисковик работает, я продолжу с очень опасным вкусом. Короче, это... А, ты нашел, да? Да, это Челси Свитц. Это такие конфеты, которые, короче, по сути, являются меллером со вкусом. Короче, это карамельные тянучки. Карамельная, как это называется? Ириска. Ириска, да. С этим самым, со вкусом орехов. Вот. О, ребята, я тут немножко пошел вперед, пока вот тут гуглили и наслаждались, так сказать. Я зашел в киви. И что? Киви из тебя зашел? Что за шуточки за 200? Он на петушку ржал. Ах, ну да, действительно, что ему делать? Это он ржал над петушком. Ты поддерживал. Но не отнесивался же. Ах, петушок, увольте. Короче, такого киви вы еще не пробовали. Потому что, ну, мы вот за кадром рассуждали на эту тему, и я в основном бухтел, что большая часть киви, которая мне попадалась за последнюю пятилетку, грубо говоря, она была химозной. Химозной до невероятности. Она была отвратительной, перенасыщенной, ну, чего угодно. Ну, это было, короче, там не киви, а какие-нибудь там жвачка с киви. Не знаю, конфета с киви. Арбуз с киви. Арбуз с киви. Опять же, что было уж совсем обычно отвратительно. А тут я бы сказал, это близко к его аутентичному оригиналу. Это прям... А киви бритый? Нет, это прям... Нет, не бритый. Это именно классическая волосатая. Это киви, у него мягкие, шелковистые. Это, знаете, это... Фанатом, да, свой. Да, это киви, который я люблю есть с кожурой. И здесь вот эта вот кислинка от кожуры прямо в чистом виде. Слушай, ну это балдеж. Какая-то жижа. Была киви с чем-то, вот, мне кажется, такая же. Думаешь? Да. А мне кажется, это киви с кожурой. Тяжелая жизнь, да? Киви с кожурой жрал. Да я до сих пор живу киви с кожурой. Ну, нравится мне. Я их просто брею. Вот, все-таки бритый киви. Так, то, как ты бреешь свои киви, нам не сильно интересно в разрезе как бы ролика, наверное. То есть мы, конечно, можем на эту тему как-нибудь что-нибудь обсудить. Но, я думаю, за рамками этого канала я обязательно без Василия, понимаешь? Потому что нам же надо будет набухаться перед этим. Вот это все, да, чтобы в откровенность. Следующий выпуск будет о том, как я брею киви. Главная роль Кирилл. А Клуб сам. Я тоже сам. Одну рукой будешь бред, второй снимать. Так, господа Бугл, найдите мне, что такое кекс Панеттоне. А то я что-то не совсем понимаю, что здесь происходит. У меня какое-то жесткое ощущение блинчиков с карамелью. Сейчас найдем. Панеттоне. Фу. Не умею курить. Ощущение, что там еще какая-то медовая подложка посреди всего этого есть. Ну, наверное, поэтому мне и фу. Потому что не люблю. Панеттоне. Типичный миланский десерт, связанный с кулинарными традициями Рождества и распространенный по всей Италии, а также по всей Аргентине и Бразилии. Корица, точно. Имеет куколообразную форму, составляет около 30 сантиметров в высоту. Панеттоне изготавливается из мягкого, не полностью пропеченного теста с засахаренными фруктами и изюмом. Подается порезанным на кусочки. К Панеттоне подаются горячие напитки. Например, кофе или горячий шоколад. Либо сладкое итальянское вино с пуманты или маската. Ну, короче, это итальянский рождественский кулич. Ладно. Я вижу. Я не могу понять, что это за вкус. Вот тоже, да, не можешь ехать? Тоже специя какая-то. Да, это специя, но я тоже не могу до конца ехать. Ну, а что буду выкорить? Ага. Что там может быть еще? Господи. Гвоздика. Вот. В ту сторону. Больше на гвоздику похоже. Похоже, но это не гвоздика. Нет, это... Может, это итальянская гвоздика? Ах, ну да. У нас такой нет. Гвоздика. О, гвоздика. Панеттоне. Буниссима. Это прикольно. Это не стандартный десерт абсолютно. Вот такого десерта вы опять-таки никогда не пробовали, я уверен. Но сильно на любителей, я бы сказал. Это десерт со вкусом глинтвейна. Вот я про глинтвейн тоже подумал, но глинтвейн это гвоздика. Да. Именно так. Но там еще какие-то специи, которые больше характерны именно для глинтвейна есть. Вот. Я бы сказал, что это смесь гвоздики, корицы и кардамона. Кардамон. Кардамон, наверное. Кардамон, мой артемон. Да. Да, кардамон очень похоже. Ну вот до конца я тоже не могу разобрать, что там во внутрях. Ну это знаете, это если вам нельзя глинтвейн в силу каких-то вот... Религия не позволяет. Специфических веганских предпочтений. Там же все-таки мясное вино. Мясистое, как вы знаете. Ну да. Нажористое. Вот это вот ваш выход. Не прикольно. Но странно. Классный, острый, вкусный вкус. Вкусный вкус, я даже не знаю, очень вкусно. Ну любопытно, как минимум. Ладно. Ну я ничего подобного не пробовал, кроме глинтвейн. Ребята, а дальше у нас интересная. Карамель Челси просто. Значит она не ореховая. Петушок. Угомонитесь, а? Пахнет орешкой. Пахнет сливочной ириской. Да это она и есть. Это классическая сливочная вот эта вот ирисовая тянучка. Больше ничего. Опять же сюда можно добавлять в общем-то чего угодно по вкусу. И оно здесь будет нормально висеть. Вот я не помню, мне как-то раз тоже привозили. Вот не помню, Челси это были или не Челси, уже не вспомню. Но тоже. Какой-то круглой банки пластмассовой. Ириски карамельные. Там не соврать, крупинки соли морской были, наверное, по 3-4 миллиметра грань у них была. Такие прям. Ее берешь, она сама достаточно мягкая, а вот эта соль она твердая и ее хрен разгрызешь. И было прикольно. Нет, было прикольное сочетание такое, знаешь. Грыз. Я всегда грызу. Ну знаешь, хрум-хрум еще есть. Мне почему-то другой анекдот вспомнился там. Дорогая бабушка. Клуб белый попугай. Мы скоро будем. Анекдот номер 114. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сзади будут. Да, кстати, нам надо... Как Вы Лен и ребята сделает, чтобы мы будем... Привет, привет! И такой закатливый смех. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Аплодисменты. Там, привет Элен, привет Николя. И закатливый смех. О-о-о-о. Какая смешная шутка. Да. А пока ты разбираешься с кармелью Челси... А это прикольная соленая карамель. О чем я и говорил. О! я зашел еще на одну опасную территорию вообще отлично грушевый сок ну хоть не елочный елочный сок песня группы b2 ты сейчас все поймешь ты все поймешь это настолько аутентичный вкус насколько вот он может быть выражен в двух словах это офигительный грушевый сок минимум сладости максимум вот этого грушевого вкуса а груши какая дичка дюшес нет 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 это не дичка и не дюшес это что-то из более таких монотонных сортов пахнет фруктовым ароматом да да он такой есть уже молодежь в принципе где-то вот подобный какой-то грушевый сок мы и находили собственно говоря только тот был покислее собственно а этот такой более ровный что ли более вы сказали что это разбодяженная груша и в смысле грушевый сок или разбодяженный дюшес разбодяженный дюшес это не тянет потому что дюшес он все-таки более сладкий что ли тут сладости нет в этом как бы опять же забавно вот этого аромата что ты от него ожидаешь немножко других вещей и он тебя этим удивляет но прикольно ну что я помню дюшес же я чай там был дюшес я не помню курила дюшес 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 это с папироски было в вейпме которая это самое дюшес фигачили в линейке с сссеровских напитков ну а потом никогда ничем нет вообще да и бак потом хрен отмывается можно было что-то потом залить туда да несколько баков после этого я его и не докурил да именно так ты спорила тогда миллилитров 20 по моему и бросила это гиблое занятие сладкущий а вот этот наоборот абсолютно не сладкий он очень ароматный при этом да в том и фига я бы не сказал что он разбодяженный она имеет в виду разбодяженность с точки зрения отсутствия сладости вот это вот и не сильной насыщенности по моему он очень насыщенный он по насыщенности я бы тогда вообще не он по насыщенности очень мало уступает тому же барбарису самом деле просто барбарис он сладкий прям барбарис невероятно сладкий а этот не сладкий вообще но при этом очень ароматно груши но они разбодяжены вот поэтому тебе бесишь всех я тоже тебя люблю что ж так на сегодняшний день что у нас особо интересного ну обе картически все на самом деле во первых карамельки да обе карамельки челси и пряник не знаю мне грушевый сок еще вдохновил тем что он неожиданно не сладкий я буду сидеть на окне и думать о бритом киви короче понял да вот что вот вообще вот фантазию разбудоражить сейчас ты видишь как этот рисованный мальчик на мемчике который смотрит в экран и потом спит устрилил глаза да именно так подумал о бритом киви отвратительно отвратительный черподельный ладно в принципе сегодня с определенными допусками я бы все шесть на самом деле вкусов взял на попробовать потому что они все шесть удивили по-своему то есть карамельки удивили своей соленостью вот как минимум и ореховость прямо безумная какая-то пряник удивил алкашечностью вообще вот этой невероятной и в принципе пряник он прикольный да груша удивила грушей да что редко вот кекс панеттоне удивил тем что это черт побери это выпечка из глинтвейна да это взяли и запекли глинтвейн круто костя это глинтвейн добавили муку это это в общем все было опять таки талантливо в общем у нас впереди еще много всего очень вкусного и интересного оставайтесь с нами поэтому ждите все будет дальше еще не менее весело да костя спасибо вам спасибо что вы терпели и так долго нас посмотрели всем счастливо всем пока 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 пока